В начале 428 года Салвион приехал в лагерь гуннских наемников, патрулирующих берега реки Соммы против вторжений франков. Он был рад встретиться там с Сабиром. Два офицера долго разговаривали, дегустируя бутылку вина с берегов Луары с гуннской слабокопченой ветчиной, принимаемой часто римьянами за сырое мясо и гальским сыром. Сабир высоко оценил боевые качества франкских воинов. Они сильны и смелы, бросаются, не задумываясь, в бой против превосходящего противника. Говорят, что они долго были верными союзниками римлян, но теперь складывается ощущение, что они готовятся наступать на Галию. Салвион вспомнил историю чистолюбивого Франка Арбагаста. Видимо, они не забыли еще, что 30 с небольшим лет назад они чуть не захватили власть в Империи. Неужели эти плохо организованные варвары, по сравнению с гуннами, все варвары плохо организованы и не умеют воевать? Но это действительно необычная история. Франк Арбагаст, ставший генералом при императоре Гратиене, был назначен императором Теодозом, великим командующим римской армией в Галии и ментором Валентинена II. Молодого императора западной части Римской империи, столицей которой был находящийся недалеко отсюда город Трёв. Арбагасту удалось завоевать благосклонность армии. Все ключевые посты, в которые постепенно заняли Франки, решив завладеть постепенно троном, он начал занимать верными ему людьми главные должности и в гражданской администрации. Удаляя верных императору людей от власти, не лыком был шит мужик, водил за нос римлян, заметил Сабир, нельзя принимать варваров за дураков. Удивительно, что тогда и сейчас правят императоры с одними и теми же именами, Валентинен, чувствуя опасность, предупредил Теодоза Великого о своем положении и хотел бежать. Но Арбагаст догнал его. Молодой император принял генерала, сидя на троне, и передал ему свой декрет о лишении могущественного Франка всех званий. Арбагаст ему нагло ответил, «Моя власть теперь не зависит от твоего решения» и запретил императору ехать дальше. Через несколько дней Валентинен был найден повешенным на дереве. Объявили, что он покончил с собой. Но все понимали, что он был убит. Арбагаст провозгласил новым западным императором своего бывшего секретаря Евгения, который правил два года. Через два года произошло сражение на севере Италии между Теодозом Великим и Арбагастом. В первый день преимущество было на стороне Арбагаста и только переход части его войск на сторону Теодоза помог римьянам избавиться от грозного Франка. Сабир восхитился таким образом. Этот Франк два года владел западной половиной империи и чуть было не стал хозяином всей Римской империи, сместив самого Теодоза Великого. Салвион вспомнил беседы с Аттилой. Можно ли было бы говорить об установлении Пакс Франка Романа на всей территории Римской империи, если бы Арбагаст табло победил? Конечно, нет. Действительно, Франки к этому не готовы. Их недостаточно много и они плохо организованы. А ведь Арбагаст мог бы их быстро приучить к дисциплине. А если бы к тому же Франки были конными воинами, подвижными и покрытыми доспехами, как гуны? Тогда другое дело, Салвион стало не по себе от мысли, что в один день у Франков может появиться выдающийся и амбициозный реформатор армии. Он вспомнил варварские обычаи Франков. Их человеческие жертвы, духам рек, их грязные дома, сало, само название которых так ассоциируется со словом «грязь» на народной латыни. Через несколько дней в лагерь приехал Аэций и стал теснить с гуннскими тяжеловооруженными конниками пешие разрозненные дружины Франков Крейн. Послушайте теперь небольшой исторический комментарий. Известно, что государство Франков усилилось при короле Хладвиге, который завоевал почти всю территорию современной Франции. Найдена могила его отца Хейдерика. Который по авторитетному мнению археолога Иштванбона был похоронен по обычаям германских вассалов Аттилы, причем часть одежды и вооружения была, вероятно, подарена самим Аттилой. Среди украшений Хейдерика были найдены примерно 300 золотых пчел, характерных для гуннской моды и популярных у их германских вассалов. При Наполеоне пчелы стали официальным символом Французской империи.